И всем привет, уважаемые зрители, и с вами Ингвар, и сегодня мы наконец-таки рассмотрим новые лего наборы. А именно где? А именно в новом лего каталоге за 2019 год. С января у нас здесь по июнь, да? То есть на полгода у нас каталог, это у нас наборы здесь будут все по первому полугодию. Новый набор вы здесь увидите, и конечно же вы увидите старые наборы. Но перед тем, как мы будем рассматривать каталог, вы название видео само собой видите, прочитали наверное, и наверное вы где-то такое название уже видели, а именно у канала Shiro. Да, вы скажете, ты любишь копировать название, да? Ты так часто что ли делаешь? Ты теперь так будешь? Нет. Просто к этому видео подходит именно только это название подходит, потому что, ну честно, я недоволен. Я недоволен, как лично у нас в стране вот это все делается. То есть вы скоро все поймете, могу просто вам сказать, что все подорожало. Это раз причина. Вторая причина, LEGO магазин, в котором я покупал наборчики, BrickHeads, надеялся, что куплю LEGO Overwatch наборы, все такое, LEGO магазина этого уже у нас нету. Я не знаю, он куда-то переехал, в другом месте он будет находиться в том торговом центре, или вообще в какую-то часть города переедет. Или он вообще уничтожился, как говорится, ни информации, ничего я нигде не нашел, нигде ничего не было написано. Поэтому пропал просто без вести, я не знаю где, как, что, чего теперь. Вот, и LEGO Overwatch наборы теперь под большущим вопросом, а я их очень хотел взять. Ну и в общем, давайте мы будем рассматривать. Вот у нас каталог, я извиняюсь, если камера чуть-чуть будет шататься, потому что тут я в очень интересном положении сижу. У меня просто другого выбора нету, как снимать, а знаете, сидеть на карачках, но не очень хочется. Здесь у нас обложечка по новому, новому мультику LEGO Movie 2, да, у нас новые герои здесь есть, вот, вот они, и два уже мы видели. Давайте начнем рассматривать. Много здесь страничек, значит, здесь у нас, как обычненько, как бы, категория возрастная, как бы, для самых маленьких, для чуть-чуть поменьше, потом постарше, потом, как бы, есть, ну да, от 7 лет, и там, естественно, есть и от 12 лет, и так далее. Потом все по страничкам здесь написано, Дупла, потом там Сити, например, Movie, и еще такие спецнаборчики. В общем, давайте приступим дальше. Здесь у нас также мы уже видим наборчики, вот, да, для 4-х лет цены здесь, в принципе, вот на эти наборы, в принципе, нормальные, но я только начал возмущаться, бомбить. Здесь у нас Дупла, я не буду задерживаться на Дупла, только уделю некоторым наборам. Несколько, так сказать, секундочек, минуточек, вот, как определить, что это, здесь у нас просто написано Дупла, какие бывают, то есть от, так сказать, полгода, да, от полтора года, полгода, от полтора, наверное, здесь до двух лет, пяти, как бы, вот. Как определить, новый набор или нет, да, просто увидите слово Науена, что на русском означает новинка. Например, Саусис, это январь, да, то есть вот так можете определить, что это новинка, то есть, как бы, вот такие наборчики по Дупла, это я уже говорил, как бы, цены здесь некоторые есть, в принципе, нормальные на Дупла, некоторые, ну, завышенные, честно, завышенные некоторые, но, видимо, это Дупла для маленьких детей, для маленьких детей, как мы знаем, все завышено, почему-то. Вот, или такая бывает тема, что, что для маленьких стоит, что для взрослых, одежда одинаковая. Почему? Интересно. Здесь вот такие у нас наборчики, потом у нас вот здесь новая пожарная станция Дупла, со звуком и, так сказать, со светом у нас будет, то есть, в принципе, ну, неплохо выглядит, детям будет, детям, конечно же, хорошо. Хорошо. Вот, то есть, здесь у нас все новое, новая полиция, получается, новый пожарный, то есть, в принципе, выглядит достойно и можно, в принципе, детям брать. Дальше здесь у нас новая тема, то есть, паровозики, рельсы. Я вот не понимаю, неужели это будет 30 евро стоить вот это только рельсы и все. Я понимаю, что рельсы дорогое удовольствие, что вот здесь этого мало, но 30 евро тратить всего лишь на мостик и на человечка, ну, как-то дороговато, если честно, для меня я себе брал бы когда-нибудь, да, было бы дорого, но, в общем, здесь у нас такие наборчики, переходим дальше. Здесь у нас ферма, магазинчики, так сказать, стройка, новый наборчик за DCL, в принципе, цена соответствующая, надеюсь, вам все видно, потому что на большом экране должно быть видно и цены, вот, просто освещение, качество должно быть все вери найс. Переходим дальше, здесь у нас аттракционы, здесь у нас аэропорт, все старенькое, в принципе, не будем здесь задерживаться, будем задерживаться в другом, так сказать, месте, здесь у нас мини-рекламка, что Toy Story 4 скоро и наборчики новые будут, но мы здесь их уже не увидим, но какие-то должны быть по дуплу, наверное, джуниорс и, наверное, обычные наборы, так сказать, от 5 до 12 лет и так далее. Здесь у нас Микки Маус, Мини Маус, вот эта новинка, сразу же мы уже видим наценку, очень большую наценку, то есть просто как мини-фигурки, брикетс такие были, а здесь дупла. Цена должна быть 10 евро по логике, потому что запчасти, как бы, ну, блин, почему бы не 10 евро, цена 13 евро, наценка 3 евро, я не знаю, должно стоить 13, не должно, как по мне, это наценка 3 евро точно, то есть 10 евро должно стоить, но, в общем, как есть, так есть. Переходим дальше, здесь у нас мини-рекламка по дуплу, то есть, да, получается, от полтора года до пяти лет, здесь у нас тачки, принцессы, вот новый набор по супергероям и, в принципе, все, ничего особо такого своих, естественно, мы не увидели. Потом еще вот дупла у нас новые по LEGO Movie 2, в принципе, вот эта тема нормальна, потому что эти должны быть в виде дупла, потому что по мультику, если смотреть, по трейлеру, то они вот в таком стиле должны быть, юрский период, но это мы уже видели, перейдем, давайте дальше. Уже пошла тема, как Juniors, так сказать, чуть-чуть уровень повыше, так сказать, чуть-чуть посложнее стал собирать, да, то есть мелкие запчасти, я имею в виду, и, как бы, новинок мы тут не видим, супергерои, сити, юрский период, поэтому идем дальше. Так что не забывайте смотреть на слово Nowena, Saucis или просто Nowena, это означает, что новинка, что это, так сказать, набор 19-го года. Здесь у нас LEGO Classic, как бы, такие вот наборчики, не особо в них заинтересован, но только вот в пластинах 8 евро, конечно, цена, ну, блин, приличная, но можно взять, если очень нужно, так что советую, если вам нужно, берите. Вот, новый LEGO Creator набор, видимо, это вся страничка, ну, что могу сказать, вот это я бы, наверное, порекомендовал бы вот эту тему, в принципе, и вот эту тему я бы тоже посоветовал бы вам. Потом здесь у нас всякие машины, 13 евро, по логике это должно стоить 10 евро, потому что это маленький наборчик, это как наборчик по сити, самая маленькая коробочка здесь тоже, но, хотя нет, здесь 10 евро чуть побольше, извиняюсь, нет, это как стартер сет должен стоить, а он почему-то 13, а не 10, уже наценка 3 евро. Потом здесь не 20 евро, а 22, то есть наценка 2 евро, решили цены так поднять, у нас в стране, я вижу, все богатые, ну, ладно, я буду бомбить здесь много, я извиняюсь, это бомбящий выпуск, но, потому что у нас в стране, я вижу, беспредел творится. Да, надеюсь, такое можно говорить. Здесь у нас 22 евро вместо 20 евро, здесь цена держится, вот, но как-то у нас вот так вот. Потом здесь у нас, видимо, старые наборчики летние того года, если не ошибаюсь, в принципе, прикольненькие, я бы некоторые взял бы, если было, так сказать, много лишних денег и места еще, во-первых, места, вот, если было бы, я взял бы. Потом у нас тут принцессы идут, в принципе, ну, восточная тема интересна, это все новые наборчики у нас, и вот это мне не нравится. Во-первых, цена должна стоить 10 евро, если уж на то пошло, потому что по запчастям тут максимум 50-40 запчастей, то есть цена 6-7-8 евро должно быть стоить, но никак не 13 евро, у нас они будут стоить 13 евро, может, 12 евро, потому что у нас еще написано, что может быть, опечатки, все такое, я вам покажу одну опечатку, вот, потому что, ну, что-то как-то не очень. Цена 10 евро максимум должно стоить, но не 13, наценка 3 евро, поэтому за что тут платить 13 евро, только с акцией покупать, а если с акцией покупать, то не особо ты что-то сэкономишь, потому что получится как будто ты без акции купил, да, хотя ты с акцией, да, надеюсь, вы поняли, как это все работает. 22 евро вместо 20 евро, да, потом переходим дальше, здесь ничего интересного, вот это, вот это новая тема для девочек, не знаю, кто-то в Америке, в Европе кто-то покупает или нет, я не знаю, у нас это как-то, может, не особо, но эта тема может девочкам и понравиться, но, если вы видите, везде цена 10 евро, я извиняюсь за дрожащую камеру, я очень извиняюсь, но мне просто нету больше никак нигде снять, здесь везде 10 евро написано, здесь 13, это опечатка, они хотят сказать, само собой это опечатка, потому что если мы будем выделять набор все 10 евро, здесь 13, бред, да, то есть наценка 3 евро, но это не наценка, это просто опечатка, потому что, ну, не может такого быть, что все, так сказать, все наборы по 10, а это 13, чем он лучше на 3 евро, я не понимаю, то есть такая опечатка, и здесь не одна опечатка, вот я вам об этом и говорю, в принципе, такая интересная тема, я бы советовал бы девочкам такую тему брать, почему бы и нет, новые наборы по Фрэнс, по Фрэнс, я не знаю, куда столько их печатают, делают, продают, у нас лично не особо берут, вот этот домик, в принципе, прикольненький, 25 евро, в принципе, цена, ну, неплохая, можно взять, наверное, девочкам, цена, вот это мне не устраивает, это для 4 лет, ну, и чуть больше, цена 12 евро, когда должно стоить 10 евро, запомните, вот это 12 евро, но скоро вы увидите Сити, Сити, и там будет написана кое-какая другая цена, то есть 12 евро, все такой же размер коробки, все такое, здесь у нас новые, опять же, наборы Фрэнс, их достаточно, не будем задерживаться, вот эта коробочка, то есть как раз коллекция у нас будет, да, это у нас уже старенькие наборчики, не будем на них задерживаться, просто так глазком посмотрим, вспомним, какие, как говорится, были наборчики, вот, их очень много, не знаю, куда их столько, потом здесь у нас реклама, что в Дании открылся, так сказать, домик Лего, так сказать, домик как Лего, не Лего, то есть музей, что-то такое, в принципе, не против это посетить, посмотреть, потом здесь какая-то еще рекламка, можно что-то такое соорудить на сайтах каких-то, да, и вот у нас Сити начинается, бомбежка продолжается, я извиняюсь, здесь у нас 6 новых наборов, да, и вот, пожарная тема, так сказать, типа, как стартовый набор, такая коробка, я имею в виду, да, обычно у нас имеется, да, 10 евро, а мы помним, что Фрэнс, все вот так вот, такое количество запчастей плюс-минус 12 или 13 евро, да, как-то не очень это получается, и в магазине так и стоит, не знаю почему, но, видимо, у нас зажрались, и решили цену вот так вот постепенно поднимать, скоро мы 10 евро не увидим, хотя 10 евро временами даже дорого, в принципе, неплохой набор, это тоже неплохой набор, вот этот я взял бы только вот вот эту тему, потому что, ну, машинки не очень, как-то хотелось бы одни машинки у меня и так достаточно, я хотел бы вот эту, потому что бургерная не часто встретишь, ну, и станция, в принципе, тоже неплохая, но это мы такое уже где-то видели в 12-м году, если не ошибаюсь, или в 14-м, но в общем, здесь у нас новая полиция, в принципе, такая что-то необычная, это я уже говорил, когда я показывал в магазинчике, это взяли с большого набора, да, за 10 евро машинка, в принципе, наверное, хорошо сделали, опять же, сети 10 евро, почему не 13, не 12, не знаю почему, и вот этот набор, мы знаем, что обычно есть цены 6 евро или 7, 10 евро стартовый набор, и потом идет, например, вот за 15-16 евро, например, как там, вот такой наборчик, да, по полиции вот такой, и потом у нас идет наборчик, например, вот такой, да, вот такой наборчик у нас идет, например, 3 фигурки или 2 фигурки, машинка и еще машинка, да, 20 евро, новый набор, вертолетик, 3 фигурки, потому что еще как статуя будем считать, 22 евро, на 2 евро дороже, почему, я не знаю, наценка в чем, не понимаю, Плюс еще здесь новые звуки у нас будут, лампочки, пожарные, не помню, вроде бы нету, в полицейской вот есть такая тема, вот, то есть, а, в пожарной есть, в принципе, не знаю, вот у нас вот так, вот это мы старенькое, давайте не будем задерживаться, новые, так сказать, городские у нас машины, комбайн, в принципе, был когда-то набор такой, очень давно я видел, несколько лет назад он был, здесь он, в принципе, ну, неплохой, но чего-то лично мне не хватает, но все равно можно взять. Потом вот эта вот интересная тема, то есть, это у нас по пустыне такая гоночная спортивная машина, 10 евро, рекомендую брать трактор, не знаю, нужен ли он вообще как отдельный набор, потому что в стартовых наборах был у меня трактор и еще в других, это, получается, он по размерам больше или нет, но не знаю, не особо рекомендую брать. И потом у нас джипик, снегоход, в принципе, интересная тема, рекомендую брать, 20 евро. И катер, вот яхта имею в виду, не катер, яхта, яхта обалденная, советую, вот просто советую брать, если вам нравится, то берите. Вот, переходим дальше, у нас здесь старенькие наборчики, то есть, здесь цены 20 евро, сейчас уже будем встречать иногда 22 евро, то есть, в принципе, по логике не туда и не сюда, не нам и не вам. Арктика, майнинг, все, в принципе, старенько, Арктика, если честно, старая, мне больше понравилась, это не очень, да, то есть, я вот эти наборчики хотел, но как-то уже перехотел. Только нравится, что саблезубый тигр есть и мамонт, вот и все. Переходим дальше, муви, муви мини-фигурки прекрасные, цена 4 евро, спасибо на этом, хоть не 5 евро, потому что я думал, что уже подорожает, я половину коллекции собрал бы точно, потому что классные мини-фигурки, советую вам брать, и здесь у нас такая сценка даже есть, у нас в продаже, я думаю, что такой сценки у нас не будет, но все-таки у нас продается, вы видели, конечно же, я вам показывал, 55 евро, в принципе, если вы хотите снимать, что-то такое делать, то берите, колдуйте, новые наборы, да, в принципе, цены здесь где-то нормальные, где-то нет, например, вот кошечка, 35 евро, я бы не против взять, может быть, не 35, надо 25, вот, или 30, но, в общем, я постараюсь взять, потому что, ну, обалденная тема, дальше вот эта тема, 3 мини-фигурки, построечка, и здесь такой, как Метал Бирд, в таком виде, 22 евро, должно 20 евро, не знаю, за что 2 евро наценка, но фиг его с ним, здесь у нас есть Бэтмен, поэтому, наверное, ладно, переходим дальше, здесь у нас крутые такие наборчики есть, да, за 100 евро, вот такой автобус летающий, что-то такое космический, космический, здесь опять наценка 2 евро, здесь 17 евро, трехколесник, да, трехколесный мотоцикл, но я в наборчик это сам особо взял бы, он классный, необычный, интересный, цена его, не знаю, может, даже 15 евро, 10 евро, вряд ли, но 15 точно, ладно, 17, но в магазинах мы видели даже 18, это наценка, это не есть хорошо, потом у нас такие, как стартовые сити наборы, размер коробки, я имею ввиду, да, и цена максимально 10 евро должно стоить, но не 13, как здесь написано, а в некоторых магазинах 12, к примеру, в игрушечном магазине я видел 12 евро цена, а в продуктовом 13, то есть продуктовый магазин вообще зажрался и решил еще на евро поднять, и так на 3 поднято, и вообще, то есть рекомендую брать, я вот этот наборчик очень хотел, потому что, ну, такой вот классненький, яркий и вкусный набор, ну, а это тоже рекомендую, я брать не буду, вот, просто, ну, зачем мне столько космонавтов, но другие любят, чтобы всякое такое, рекомендую, но не за 13 евро, за 10, и здесь наценка не 22, а 20 должно, здесь у нас вот со 2 февраля будет в кино, здесь у нас Мстители старые наборчики, здесь у нас новые наборчики по Спайдермену, ух, что тут можно сказать, не знаю, цены тоже немножко нелогичные, в некоторых местах, например, как здесь должно 10 евро стоить, и, например, цена, например, в принципе, вот-вот здесь я бы еще поспорил бы, но, в общем, ладно, не будем здесь задерживаться, потом у нас еще здесь два новых наборчика, вот-вот этих, здесь, ну, как-то, не знаю, нелогично, если смотреть старый набор 30 евро, и это 30 евро, как бы, по логике, наверное, все так же по запчастям, но как-то дороговато за один мотоцикл 30 евро платить, я понимаю, супергерои, наценка, все такое, но дороговато, Юрский период, мы это, в принципе, все видели, наборчики, наверное, неплохие, некоторые можно взять, Спид Чемпионс, вообще их здесь куча, у меня один набор есть, я, в принципе, доволен, можно было взять, например, Шевролет, вот этот, да, почему бы и нет, в принципе, если вам нравится спортивная гоночная тема, вы фанаты этой темы, берите, берите, потому что, в принципе, они детально, качественно, в принципе, сделаны, например, вот как вот эта машинка, качественно, мне нравится отдельную машинку, я бы хотел бы, вот, или, например, вот эту, Феррари, почему бы и нет, То есть, такая тема для таких, которые любят спорт, спортивные, например, какие-то гонки, берите, Тут у нас такой, как типа Mindstorms, но только не Mindstorms, а Boost, да, с ним можно, например, что-то свое соорудить, или то, что просит инструкция, например, говорит, или с наборчиками объединить, то есть, такая, наверное, интересная, необычная тема, На свой вкус можете брать, можете не брать, Legoland реклама, Ninjago Legacy, новые наборы, в принципе, они заново их запустили, и, как бы, например, этот набор мне нравится, потом, например, вот этот набор у меня такой есть, только старый, мне старый нравится больше, чем этот, хотя этот, может, тоже неплох, потом такой набор у нас тоже был, этот, я тут не помню точно, но 17 евро дороговато, тут 15 евро должно стоить, ну, в общем, это 35, хотя отдельный мотоцикл продавался за 20, в общем, тут цена 10 евро, почему-то не 13, почему-то не подняли, я не знаю, похоже, есть по Ninjago Movie, поэтому не вижу смысла для себя брать, хотя есть брат и сестра, но, в общем, если я не ошибаюсь, потом у нас такой здоровый, получается, здоровый у нас, в общем, противник, точно имя, не знаю, как там, не знаю, в общем, такой у нас Ant-Man был, то есть, такие человечки, почему бы и нет, потом у нас такие спинджицу вернулись, очень классные, очень классные, но цена 10 евро что-то дешево, потому что, если все дорожает, у нас так надо на все поднимать, очень странно, ну, ладно, старые наборы по Ninjago, без всяких повышений, да, в цене, но, видимо, скоро тоже подорожает, здесь у нас Ninjago Movie, в принципе, рекомендую брать, если вы еще не взяли, потом у нас появилась тема Fantastic Beasts, Harry Potter, цены, вы знаете, на эту тему у нас, наверное, и у вас завышены, дороговато, но если вы уж ярый фанат, то берите за любую цену, Minecraft, вот она тема, вот эта тема мне очень нравится, извиняюсь, что говорю много тема, слово, но уж как ей, вот эта серия мне нравится, это первая серия, видимо, будет и вторая, и третья, наверное, несмотря ни на что, будет вторая, Стив, Скелетрон, так сказать, да, Big Fig называется, и Алекс, цена 17 евро, в принципе, наверное, ничего так цена, потому что здесь и, так сказать, человечек большой, тут еще инструмент какой-нибудь есть, и еще, например, какое-нибудь животное, попугайчик там, я бы взял бы, наверное, все три, но в первую очередь скелета, поэтому, наверное, скоро вы их у меня увидите, потом еще вот два новых наборчика, если я не ошибаюсь, это уже был, в принципе, цены вот на этот, наверное, соответствующие, на это как-то завышено, но, в общем, потом у нас старенькие наборчики, скоро будут наборы, оказывается, я не знал, но видел пару фоточек на 20 лет LEGO Star Wars, да, то есть юбилейчик у нас такой, какие будут наборы, я даже не знаю, или я, наверное, понимаю, потому что какие-то названия видел когда-то, но, в общем, ждем-с, ждем с апреля, здесь у нас написано Баландис, это апрель, ох, перейдем к Star Wars, бомбежка еще не прошла, здесь у нас такие наборчики, вот этот набор новый, цена держится, в принципе, наверное, ничего так, советую, переходим дальше, хотя вот здесь цена, я не очень доволен, 18 евро, хотя такие по 16-17 стоили, то есть на евро 2 подорожало, ой, сейчас будет бомбежка, ой, я не знаю, они думают, что люди немножко тупые, или слепые, или еще как-то, я не знаю, но, видимо, так думают у нас, или кто так думает, вот старая серия, пятая серия Micro Fighters, 10 евро одинарный, где два корабля вместе, 20 евро, теперь внимание, вот новый у нас, и вот у нас новый, я все три набора хочу, потому что они очень классные, особенно вот этот, 13 евро, 13 евро, да, 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 то есть вот такая тема, вы понимаете, да, что наценка на 3 евро, это, если честно, очень много, очень много, и не знаю, они хотят показать, что мы так зажарались и хотим поднять цены, или что, или видят, или думают, что люди тупые, но это много, поэтому только по акции брать, хотя если даже с акции брать, получится за 10 евро или за 9 евро, то есть получается, то, что будет типа акция, ты купишь вот это, цена вообще как-то не знаю, и вот здесь вот такой наборчик, двойной, старый набор 20 евро, 23 евро, но это опечатка, надеюсь, это опечатка, потому что в кое-каком магазине я видел 22 евро, если в продуктовом будет 23, это бред, то есть это по логике нужно жаловаться, идти в магазин, хотя они могут вам голову морочить, но нужно все, как говорится, все правильно, законно, все с правильным, так сказать, рассуждением размышлять и поставить людей на место, потому что, честно, зажрались, вот, потому что так будет дорожать без конца, это бред, потом у нас вот такие классные наборчики, даже если у вас нет денег на большие наборы, то рекомендую брать такие, типа детские, но они классные, почему бы и не взять, цена 23 евро, бред должен 20 евро, по логике, по запчастям и все такое, если считать, старенькие наборчики, ПОК, ПОРК, точнее, в принципе, рекомендую, это тоже рекомендую, ну, в принципе, хорошие здесь наборы, вот, 16 евро, а там 18, ББ-8 рекомендую вам взять, потом у нас вот старые наборы по Хан Соло, но плюс еще здесь новый, в принципе, они классные, я бы взял бы вот этот паровозик, потому что, блин, ну, необычный, ну, наверное, это новый, если не ошибаюсь, хотя нет, не новый, просто что-то я не замечал, вот, то есть, в принципе, блин, рекомендую некоторые наборчики взять, ой, Лего Овервотч, ой, ой, как приятно смотреть, если честно, но неприятно, что я их не видел вживую, я не взял, потому что каталог вы видите, да, а я без наборов, не буду рассказывать, как, что, чего, вот, ну, в общем, в общем, вот такая тема, здесь что, цена 100 евро, дороговато 90, 80 евро должно стоить, ну, в общем, 50 евро, здесь, как бы, 25 за штуку, может быть, 2, может, 40 евро должно стоить, ну, в общем, 35, цена хорошая, а здесь 30 евро, нелогично, потому что здесь больше запчастей, здесь чуть меньше, даже меньше, больше, здесь намного меньше запчастей, поэтому должно стоить 25 евро, 35, тогда соглашусь, что 25, 30, нет, 17 евро, что-то дешево, не 18, почему, на Бастиона цену подняли, 17 евро дороговато, за 60, за 50, было вообще прекрасно, но вряд ли, за 60 я взял бы, но 70 дороговато, а так наборы я все бы хотел бы, даже и этот, но если брать уж по цене и все такое, то 5 наборов, кроме вот этого, да, погнали дальше, техника не особо интересует меня, поэтому внимания задерживаться, кстати, не будем на нем очень долго, тем более ролик уже идет очень долго, что не 25 минут, Бугатти, вот Бугатти я взял бы, потому что классная, да, но 420 евро дороговато, вот, переходим здесь дальше, одна техника, техника, не знаю, кто-то ее, само собой, берет, Mindstorms у нас, и первый раз я увидел в своем каталоге архитектуру, по 60 евро, очень цены завышены, наверное, я понимаю, почему, потому что все мелко, но это все классно выглядит, но с большой наценкой, но уж как есть, за мной брать не буду, и как бы вот у нас все, вот у нас такой здоровый, длинный обзор на новый каталог, 2019 года, первое полугодие, да, январь-июнь, надеюсь, он вам понравился, я извиняюсь, что немножечко я бомбил, может вы скажете, или злился, или еще как-то, но действительно, цены, я вижу, с каждым годом поднимаются, не только на игрушки, лего-трансформеры, а на продукты, все такое, поэтому, честно, так будет без конца, и скоро хлеб будет стоить 10 евро, и тогда я не знаю, что мы все будем делать, потому что дорожает, причины, типа, все дорожает, и это должно, это бред, это не такое объяснение, но, в общем, не будем затратить политику, надеюсь, вам обзор понравился, напишите, какие вам наборы очень понравились, какие вы ждете, все такое, хотелось бы прочитать, а то, может, вы хотите весь каталог взять и все, вот, а почему бы и нет, так что, буду заканчивать, не буду больше задерживать, с вами был Ингвар, канал Ингвар Плэйс, ставьте пальцы, комментируйте, комментируйте, рассказывайте, чем больше, чем лучше, я пойду, всем спасибо, всем удачи, и всем пока.